день мы опять сочи опять центральная набережная по-прежнему не работает микрофон поэтому озвучиваю дома сейчас мы с вами пойдем на самые ну может быть не самый один из самых модных пляжей в центре сочи вот такой красивенький бунгало даже дорожки на зиму не выбирают всякая растительность растет мы здесь летом гуляли смотрели я не помню ценовую политику правда ну в основном он конечно для гостей вот этих дорогих отелей которые там на горке но можно также за денежку конечно же прийти сюда и позагорать при желании я не готовый какой-то мне в лазарском комфортнее а меня сейчас мое внимание привлекло вот этот вот табло где температура воздуха 23 градуса 17 марта и воды плюс 25 я не знаю может быть это там где-то в отеле такая температура была в это время я даже выключил камеру достал телефон и снял для вас маленький такой коротенький ролик для инстаграма там именно для всех этих платформ по факту конечно же было очень холодно и вы ее сейчас попозже увидите какая температура не температура воздуха как одет народ и гуляет порта финна отеля фухры мухрымом это никакая магнолия лазаревской а там кстати аурум хороший говорят ресторан сам не бывал но рекламу видел вид оттуда однозначно будет самый-самый красивый такой на закат и да и всю набережную видно как на ладони народ гуляет я снимаю для вас эти заветные циферки на этом съемка закончилась пошел прогуляться хотел выйти из пляжа но замуровали демоны пляж оказывается был закрыт и в принципе сюда вот где сейчас гуляю под пройти так ну если не перелазить через ограду то фактически нельзя но я все-таки нашел одно из местечек там просто мужик какой-то что-то вот делает видите леса поставил ну я и под шумок проскочила видно мне никто ничего не сказал естественно чего-то такого все нормально тепло жарко солнце солнышко пригрело вот и проявлялся стоит штендер запрещающий купание но это немного желающих было в тот день купаться может быть кто-то конечно и покупался но явно не я но вообще пляж конечно же красивый интересный такой уютненький в самом центре правда выше тебя там все народ ходит прям толпами большими толпами таки не просто как лазарьской а еще больше наверное летом хотя не знаю пляж весь а кстати обратите внимание снежинки да да именно в этот день 17 марта были был снежок такой маленький маленький но все-таки тем не менее снежок ребята он все укутавшиеся здесь вот дальше продают меди а про вот эти вот стульки стульчики я говорю что стащили одну а потом все-таки выяснил что две желтых подушки не хватает почему-то одна была серая кроме того дальше я уже не пошел посмотрите как люди это как немцы под москвой прям такие закутанные закутанные думаю хватит мне наверное оставшейся части набережной кафешки вон все работают магазинчики работают но в большинстве своем конечно же она впереди нас ждет чехар чех и барабулька пытался видите прям пытался при вас выставить в инстаграм вот это вот температуру воздуха и воды с первой попытки не получилось насколько я помню сделал это все гораздо гораздо позже вот такая вот беда с инстаграмом нынче он как-то так работает теперь через раз пиво папин кофе кто-то отжал у папы кофе и продает его теперь и набережная людей кстати не так много помнится новогодние праздники и было гораздо гораздо больше парень ножками там тросить тут я показывал ступенечки которые ведут к этим супер-пупер модным отелем кстати если вы хотите допустим посмотреть тот же закат можете при поднять подняться туда по этим ступенчикам там большая терраска и посмотреть что да как кафе барабуля его я как-то пролист прошел мимо обратил внимание на к барабульку сказал ей что-то неприятное но я между внешний вид описал вот она не показалась какой-то глупой рыбкой ну такая она рыбка а сейчас мы с вами зайдем и по точнее зайдем и посмотрим на улице ценовую политику в ресторане чо харчо вот немножко не буду вот так вот посмотрел суп и 400 450 370 прошу учесть что это центральная набережная ребята баранина мангал 640 грамм шашлыки свинина 410 грамм и тут я как бы понял что пора текать оттуда вы подальше куда подальше так как показывая вам ценовую политику в этом кафе прибой кафе прибой там была шея 200 рублей здесь она чуть чуть дороже раза два поэтому думаю вы меня куда подальше и отправить идти отсюда вот и пошел мимо отеля порта афина еще какие-то вот там всякие магазины спортивные а нет 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 там наша старая знакомая вы наверняка обратили внимание я потом к ней еще подать подходил в ходе эфира просил передать но никто не передал привет от этой старушки по-прежнему пытаюсь в инстаграме выставить температуру хотел вас порадовать такой вот таким теплом показываю что ведутся работы что-то сказал про итальянское мороженое что-то сказал про этот розовый магазинчик для девчонок где-то одна косичка 100 рублей стоило там как-то было чуть такое написано ну и вперед по набережной караоке я не заходил пою я плохо танцую еще хуже что-то мне говорят мешает высказал пару фраз про санкционное итальянское мороженое сказал что мы теперь едим только мороженое наших компаний производящих их пятигорска не на какой-то полно а потом мой взгляд был обращен на этот центр сувениров я остановился и сказал вам что так ребята пойду спрошу если разрешат пойду поснимаю а если не разрешат то поснимаю вот тут снаружи зашел спросил когда вот девушка созвонилась хозяином он сказал раз бесплатно да ради бога снимай пожалуйста что я и сделал об этом будет отдельный ролик сказал всем спасибо и отправился дальше мимо концертного зала фестивальной мимо опять же какого-то капиталистического мороженого вот этих вот плакатов рассказывающим какой будет раз прекрасный пляж заметил одно кафе называлась она как-то так по романтичным только курортный роман а да вот курортный роман точно точно что-то такое я всем кто приехал без супругом или супруги показал меню чудо как смотрите запоминайте центральный пляж хотел сказать лазис конец сочи прочитал ряд всяких названий неизвестных мне например индейка кунбао вообще не знаю чуть такое искал шашлык шею но кажется не нашел не помню мясо вот смотрел смотрел не нашел опять же напоминаю вам очередной раз ребят это центральный пляж города сочи поэтому кому-то может показаться дорого кому-то это будет дешево кто-то просто зайдет и даже на ценник не посмотрит так что каждому кажется свое кто-то может кто-то это я допустим не знаю может быть развод можно зайти такой кафешка потом пойти соседнюю барабульку но потом уже узнать чё там скорчо случилось то вот ценовая политика на легкий алкоголь тут циферки уже были не менее 1000 как видите в нижнем меню вот эти все поэтому я понял что а нет он бренди и коньяки кажется водку в кажется водку я поискал начал искать водку вроде и нашел да вот абсолют 50 миллилитров 300 рублей ну думаю все нормально лучшие глинтвейса согревающий рассказал что-то написано в сетах ну с это я думаю вы сами прочитаете не буду перефразировать так сказать если он не помню этом говорил уже согревающий глинтвейн 290 бутылка дешевого дешевого вина наверное но там же наверняка в что-то вкусное кстати на поляне я пробовал глинтвейн вообще честно говорю не зашел вообще что-то там какой-то халява была какая-то точнее что такое не то не халява другая фраза тут наверное вместо вспомнил про киркурова наверняка в районе фестивального и что-то у меня загаса этот как его монитор с которого я сейчас одновременно пишу здесь в районе стены где все поразбирали был пункт опорный пункт полиции скорее всего я ляпнул какую-то шутку про то что убрали на пляже все стало хорошо и чисто но на самом деле я цельком полностью поддерживаю что да должно быть в этом месте вот что-нибудь такое вот я имею связанная с полицией чтобы порядок народ бдил так как веселые отдыхающие а порой местные жители тоже не лучше летом могут немножко перебрать венца и вести себя не очень здорово конечно же что-то сказал про эту надпись сочи центральный район про водоканал комфортно всегда если не отключат воду скорее всего кому-то предложил расписаться или и развестись под утро ну и пошел дальше есть как видите тут ремонтные работы а с левой стороны обнаружил теннисную не теннис эту волейбольную площадку пару сказал слов что можно посмотреть если тут пляжный волейбол девчонки особенно если выступает вспомнил про песок о том что его ветром может немножко выдувать и пошел дальше дальше опять же вспомнил про водоканал не забыла не дает не дает на себе забыть этот водоканал что-то там ребята тянули заметил красивые пальмочки ну и думал чуть-чуть сменить ракурс сошел с основной вот этой дорожки кстати справа туристическая фирма мне девушка потом предлагала давать ему чего-нибудь предложим куда-нибудь эти сидите прокатитесь хотел дать мне какую-то брошюрку на и сказал что мне она особо-то как бы не нужна я маловероятно что поеду а вам вот кому нибудь пригодится кому человеку который заинтересован в этом подарите показал вам красивые пальмочки сухой водоем экономят на воде водоканал же там работает к проекта что экономить будут летом все заработать летом будет здесь маленький такой азис прекрасный такой азис настоятельно рекомендую вам подойти к нему подышать брызгами хотя брызгов там особо больших то и не было если честно ну вот центральная площадь точнее площадь перед пляжем ну все на этом а нет 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 было маленькое маленькое предложение вот в этой площади стояли цифрки сочи 2021 2022 не было про это тоже кстати говорил но не знаю озвучивал ли это или нет видео